шляпу самое главное и кажись ой ну красотка забыли полный ряд ну ладно потом после школы уже сниму довольно засвеченная да что ж такое то ну все давай да сдаем ведьмичка моя с утра плели заплетали пока он у красотка всем доброе утро добро пожаловать новый влог и и вот такая у меня вообще до корженька и когда накрасила такая интересная сразу такая стройте она взрослая или пофоткал но почему-то я не сняла как она одета но фотографии здесь ставлю потом со школы придет вроде должна не порваться ничего должно все в порядке быть почему не сегодня там эта вечеринка хэллоуин party party хэллоуин party так по-моему по-немецки кто-то хотел послушать мой немецкий вот и что как у меня немецкий язык я могу сказать что это такое простое да когда мне надо а так вообще мне очень сложно разговаривать я как будто вы знаете дискомфорт как будто я стесняюсь стесняюсь а этого не надо да просто говорит и говори ну я понимаю что мне говорят не все конечно дальше что-то сложное не понимаю что-то простое понимаем в поликлининг я хожу да вот это вот магазин и хожу такое простое читать тоже могу там что учитель школе говорит тоже понимаю а вот и что я в этом событие взяла маффины микро игру игру надо тебе это надо игру сейчас пока показывает у него там зубик банит и завтрак я готовлю да сейчас покажу что назад я решила смеси запеканку приготовить что там у меня взяли до творог яйцо отруби семена различные манную крупу и посыпала сверху это орешки вот посмотрим что получится духовку поставлю на 180 градусов вроде говорят там 20 минут 20-30 я пока пойду спортом позанимаюсь стирку поставлю другой белье сниму в общем туда-сюда и будет готова смотрим что у нас получилось аромат божественный на весь дом пахнет корицей по-моему я ее передержала пока ходила занималась ими делами поджарилась обычно да или это время не засекалась и пошла в зарядку делать и пошла короче в разнос ну ладно потому что по краям ничего страшного главное что внутри да ну внутри она сочная ой я не добавляла сахар можно было добавить пакетик ванильного сахара даже нужно было наверное но я этого не сделала надо было достать не оставлять не ходить на а значит я достану сейчас посмотрим что там у нас в разрезе еще мне мне горячо не так страшно да у нас очень к получилось ну что творог что там творог яйцо манная крупа отруби ну и собственно мой завтрак да это я просто отложила половинку я ее потом съем может быть его поезд мишки предложу хотя его скорее всего будет кушать вот эти штуки я 10 штучек положила в школу и 5 дома оставила потому что там все равно будет много детки не все все съедят и как последний день учеба я не думаю что там это много я сказал много все всего приносит вот в общем 5 штук домой оставила 10 отдала школу что-то нас кофе на обычно над корицы посыпать забыла да сейчас посыпем мои витаминки так наша запеканочка да как пирог пиканка как пирог получилось суховато внутри нормально но с корочкой это йогурт простой обычный йогурт мы сейчас попробуем вот так вот можно с мороженым корица корица с яблуком печенька такая получается блин на подгорелась не сюда передержал уже мало доставать и все ну ладно и этим что-то внутри у нашего маффина нашего маффина внутри вот тоже немножко передержала скорее всего надо было но нет и вот такой вот получается как такая текстура как у чизкейка мне нравится классно и обожаю вот этот рецепт очень легкий в прошлом видео я его готовила такой-то мини рецепт показывал а у миши опять овся на блин с яблочком он вроде как хорошо кушает но посмотрим поезд не поезд но если что потом мои запеканки тоже попробует это очень вкусненько наш любимая ему все время вот так вот построить ему надо обязательно чтобы вокруг него и обязательно нужно чтобы было вот тут проехать машинки вот это должны проезжать да и он такой довольный да столько много здесь всяких заборов мама построила да сладом дур 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 где трактор надо найти пришла моя ведьмочка за школы да красотка глаза на мокром месте такая она смешная не могу а ну ладно все давай раздевайся потом мы тебя сейчас платье снимем, да? Все хорошо. А что, шляпа не падала? Или ты сейчас ешь? Падала, когда я бегала. Такая хорошая. Я все размазалась, помаду съела. Когда ты ехала в шляпе, надо было ей резинку пришить. Ты в шляпе ехала? Такая вообще, я не знаю, милая-милая, я вам кажусь. Такая хорошенькая. Вот такой у нее был сегодня аутфит, да? Фиолетовые колготки. И как раз подходят под бант. Да? Такая она была ведьмочка. Сань туда подсвечивает. Ну, утром мама тебе снимала с губами накрашенными, а так вот такая. Прям ведьма, да? Так классно. Прям вообще красотка. Да? Понравилось? У них сегодня не было, да? Не было уроков. А маску-то покажи, какую маску сделала. Фил все разломал уже у меня этот. Сейчас пойду спать его укладывать. Я вам маску делала. А, демон такую маску? Ух ты. Спасибо. Я померю. Давай, померяй. Молодец. Ну, в шляпе тебе лучше. Ты такая злая. Аня радужная. Добрая ты? Да, потому что я делаю радужные. Да? Ну, хорошо. Что еще в школе делали? В школе еще там кушали, рисовали, пели, играем. В общем, уроков не было, да? Целый день бы отдыхали. Ноль уроков. Ноль уроков. Как классно, да? Видите? Как классно. И домашнего задания не было, да? Угу. На каникулы все. Замечательно. И карапуз гуляет. Карапуз гуляет туда. Такая хорошенькая, не могу, когда в платье накрашенное. А что, паутину можно было? Ты переживала, на что мама ее накрасила паутину. Ничего эта фрау не сказала? Нет. Нет, все хорошо. Ну, больше нельзя это макияж красить. Ну, в обычный день нельзя. На праздник-то можно же было. Или что, да? Ничего же не сказали тебе, что накрашено? Ничего не сказали. Ну, все. Там был кто-то еще накрашенный? Угу. Да еще вообще. Бейза вообще накрасила себя полностью. Да? Ну вот. Ты переживала. Иду шоршую листиками. В общем, я пошла в спортзал. Сначала зайду в аптеку, получу свою нить из зубов. Потом в спортзал. Потом на обратном пути пойду в этот, в Росман зайду. Я вчера заходила в Росман, но так, не покупала то, что мне нужно. Потому что забыла до Москвы скидочный купон и времени уже было мало. Слишком долго занималась. Вот. И сегодня что-то мне так лень было идти в спортзал, но муж говорит, надо. Говорит, надо, иди. Поэтому я пошла. Но я знаю, мне все время просто лень дойти до спортзала. Это самое сложное. А там уже сами ноги в пляс идут. Вот. Собственно, всем физкульт-привет. На улице так классно. Погода хорошая. Надо было бы с Мишкой погулять. Но, блин. Я уже не успеваю. Что поделать? Говорю, мы уже типа гуляем. Но он устал очень сильно. Почему-то такое? Ладно, будем в отпуске с ним гулять. Такая вот я, мать. Угрызения совести, конечно, мучают. Когда я с Мишей не иду на улицу. Там очень сильно мучают. Ну, что делать? Ну, что делать теперь? Ничего не поделаешь. Дела тоже нужно домашние делать. Никто не отменял, да? Ну, если я не иду на улицу гулять, то он у меня спит. В принципе, мы всегда спим с открытой форточкой. Вообще, у нас дома везде окна открыты. Ну, что так в прохладе он спит. Воздухом свежим дышит. Этим я себя успокаиваю немножко. Я дома. Ну, я так долго ходила. Хотя... Так, Миша пришел сейчас. Дубль два. В общем, я дома. Долго меня не было. Два часа. Больше двух часов. Ну, в зале я занималась всего один час. Я просто потом зашла в Эдеку. Это надо было. Сейчас все покажу, что купила. Зашла в... Какого? В этот... В аптеку забрала свое незывное. В Росман. В Росмане походила, побродила. Одна спокойненько. Там уже адвент-календари выставили. Я посмотрела, что там, чего да как, да. Но мы знаем, что мы адвент-календари покупаем после... Какого там? После первого декабря, да. Вернее, первого декабря мы покупаем адвент-календари, потому что на них будет скидка. Все не раскупите мне, оставьте немножко. Будет 50% скидка тогда. Раньше я покупала до, теперь я буду покупать после. Ну, как, первого, второго, да, будет хорошая скидка на адвент-календари. Так, что купила? Зашла в выдвину после зала, да. Немножко голодная была. Так, это сахарный песок закончился. Взяла себе суши, решила себя побаловать, да. Почему бы нет? В пятнице развратится все-таки. Два банана в дорогу. Миша малинку сейчас, да. Яйца закончились. Нам нужны яйца. Сырненькие сейчас буду делать. И что купила в Росмане? В Росмане у меня был чек на 55. И 10% скидка. Я опять воспользовалась бумажным купоном и купоном в приложении. У меня получилось 20% скидки в 10 евро. Мелочь, а приятный, совсем не мелочь. Да, что я купила? Кукурузки, да, дети сейчас сидят. Миша не ест. Сейчас он ест сейчас другое. Это Ева кушает. Это я в дорогу взяла. Миша сейчас кушает вот эти вот сушеные ягодки. Он, кстати, кушает не очень хорошо. Но мясо поел, муж сказал. Хорошо поел. Маленькую отбивную съел. Сейчас кушает вот эти вот клубнички. Понравились ему. Ну, я ему покупаю не первый раз, да. Просто что-то давно не покупала, он не ел. А сейчас вот захотел прям. Сейчас дам малинку. Может, еще малинку поест. А он сидит там. Ам-ням-ням кусает. Малинку. Ой, клубничку. Ку, малинку. Клубничку-то сушеную кушает. Ам-ням-ням. Она такая кисленькая чуть-чуть. Ничего. Так, купила вот такой напальчник. Зуб чистить. Передний особенно, да. Боковой нормально, передний не дает. Поэтому врач сказала, что вот этим напальчником передний очень хорошо чистить. Я, в принципе, и чистила им. Пока он все напальчники не выкинул в этот, да. В раковину, да. Теперь мы по-умному раковину закрываем. Напальчник будем прятать. Три евро стоит. Эту шоколадку взяла себе. Ева будет, может быть, тоже. Она такая вкусненькая. С этим с брецелем, с карамелью. В общем, такая интересная. Так, это я для прабабушки шоколадки взяла. Это в дорогу. Ну, и сейчас домой, да. Муж у меня такие любит. Так, вот, собственно, вот эту вот нить. Да, чистить между зубов. Потом это Еве. У нее зубная паста закончилась как раз. У нее закончилась вот такая. Я все время покупала вот такую маленькую. Потом у нее сейчас репейер. Репейер ей не нравится, потому что она слишком мятная. Ну, взяла сейчас ей такую. Посмотрим, какая она там по вкусу. 6-12. И Миша взяла. Такой был пробник маленький. Летом я брала с собой его в отпуск. Миша нравилась по вкусу эта паста. Собственно, этой будем пользоваться. Как врач сказал, так и будем. Так, это я домой взяла. На утро. Но я миксую такую с репейер. Репейер мне нравится. Это мне тоже нравится. Ему уже нравится. Пусть у нее такая, значит, чистота во рту. Это тоже в дорогу. Манго и кишио. Это я увидела. Вспомнила, Ева, как хотела как раз делать. Это не сегодня. Мы будем потом уже, когда приедем. Надо еще пакеты эти где-то раздобыть. И делать, да? В микроволновке и свою кукурузу. Вот это тоже в дорогу маленькие, да? В сумку закончились. И ватные диски тоже там 3,5 штуки осталось. Мишка, скажи бин-бин. Скажи пингвин. Он говорит бин-бин. Ну, я тоже раньше говорила. Мишка, скажи бин-бин. Бин-бин? Скажи пингвин. Скажи пингвин. Ну, ладно, уже не хочет. А вы услышали? Если да, если да, кто, я не знаю. Похож на меня чуть-чуть. Здрасте. Здрасте. Так, вроде как формулу зяльных сырников я выявила. В общем, что тут у меня? 250 грамм творога. Потом 3 столовых ложки муки. Одно яйцо. Один пакетик ванильного сахара. Я не клала сахарный песок, что ли? Я не помню. Сахарный песок по вкусу. Ну, ладно, будешь чем-то мазать. Сахарный песок по вкусу щепотка соли. Все. Наверное, клала, да? Клала, клала. Ну, просто идеальные. Они не развалились. Ничего не развалились, да. Не развалились. Ничего с ними не случилось. Такие плотненькие, красивенькие. Как в ресторане. Открываем этот. Продажи сырников. Идеальные. Прям вот просто идеальные. Папа, ну, не постригали? Отвык, психуй. Не хочешь, чтобы его постригали. Ви-и-и-и. Такой ви-и делает, ви-и, да. Сейчас будешь красивый. Да, папа постригает. Будет красивый-красивый. Такой ви-и-и-и. Щекотно ему, наверное. Все хорошо. Все хорошо. Да. Ой, какой красивый сейчас будет. Ой, будет красивый мальчик у нас. Ой, какой красивый, да. Ой, молодец. Умничка. Миш. Мамка. О, нету? Ну, типа, смотри, где Евочка. Где Евочка у нас? Евочка. Наверное, уже проснулась и ждет, когда мы выйдем. По вниманию. Поиграет, да? А-бум-бум-бум, поем-бум-бум-бум. Машинки. Всем доброе утро. Следующий день. Мои идеальные сырники, да? Тут погрызанное, это Миша погрыз, не захотел кушать, не знаю, что это, он ел у меня зато, как сушеную клубничку, малинки чуть-чуть поел, сейчас у них там каша остывает для Евы с Мишей, вот, собственно, что у меня, сырники, йогурт простой, малинка, это стружка кокосовая, да, кофе, там корица, витаминки, да сюда, муж звонит. Уга-буга вам, всем доброе утро, у нас сейчас новый влог, ну, точнее, очень новый, важный, важный влог, потому что я сейчас куцаю, из-за этого он очень важный. Доброе утро. Ну да, честно, доброе утро. Это я с утра мастерила Мишке-тест. Я такая подумала, что Мишке-тест не сделать. Это задняя страница. А, тут первая. Тест написали. Тут карандаш, ну, это не карандаш, и пучка там еще есть. Оп, три теста я уже сделала. Тут еще, тут еще. Десять страниц, ну, двенадцать. Это рисунок не считается, так что десять, минус два. Потому что, эй, эй, отклеивайся липучка. Опа, все. Эй! Липучка что-то не хочет. И вот. Тут тест, ну, как у меня влог. Тут плюс. А, тут плюс. Тут минус B. Ну, то есть C. Ну, то есть F. Так, Мишка. Это золотой цвет. Скажи золотой. Мишка. Мишка, что ты кидаешь? Я тебя учусь. Это желтый. Это синий. Это серый. Это красный. Это синий. Мишка, вшкучить. Я тебя учусь. Коричневый. Это коричневый. Мишка, читай. Это белый. А-а-а. Это оранжевый. А-а-а. Это черный. Это серебристый. Ну, так. Так. Что еще мне нужно писать? Ну, это два задания я уже сделала с Мишкой. Одно это разговаривать. Второе игрушки. Ну, поставлю ему сейчас B минус. B минус с плюсом. А сейчас Мишка это, как его? Ну, будет вот эти формочки расставлять. Две сразу. Это очень важно. Ну, не две сразу, а эта. Сначала вот эту формочку. Она легче всего. Ну, он все формочки и сразу нет. Ему будет когда сложно, он когда ничего не понял. А ему надо уже все понимать. Чтобы он в садик пошел. Я его просто готовлю в садик. Ну, буду так пока что начинать. И подписывайтесь еще на маменький канал. Ау! У меня тут бьюти процедуры. Я целый день собираюсь с Борви. Я даже не показала на своей щеброю, по-моему. Да, не показала. У меня, видите, Миша спит. Он спать лег пол третьего. Пол третьего. Ну, я тут ходила, занималась туда-сюда. Он сначала пошел, потом не пошел. В общем, ладно. В общем, я тут сборы, сборы, сборы. Что тут у меня? Да, ему же сперемешек он проснется. Хотела рассказать про вот эту косметичку. Такая она классная. Реально классная. Я вообще беру с собой всего по минимуму, да? По минимуму. Это на всю семью. Вот. И очень много в ней помещается. Мне нравится ей много кармашков. Это с тема, да? Там ноги хают в этот сайт. Но на самом деле там очень много интересных вещей. Реально интересных, классных и полезных. Все, воробушек проснулся. Я же так и же не посняла, как мы постригли Мишу-то. Вот так хорошо, да, постригли? Сейчас папа включит. Сейчас папа включит. Как ты с мамой разговариваешь? Вот так постригли, скажи, да? Ты? Ну, много волос состригли, да? Угу. Такой сонный. Такое у меня зеркало грязное. Ну, ладно, что теперь? Пыли. И в этом зубных этих. Так, что я хотела показать брови, да? То я вам так и не показывала. Сразу вот, пожалуйста, лифтинг эффект. Волосы, смотрите, какой цвет стал классный, да? Это я этот, ну, маску сделала эту для блондинок. Сейчас такой холодный блонд. Вот такие бровки хорошие получились. Все, мы собрались. Мой аутфит не видно, да? А, я в новых кроссовках. Хотела же показать, что я в новых кроссовках. Но я с собой взяла еще ботинки. Они уже пошли. У нас время сейчас сколько? Без 27. Так мы собирались долго, но мы поедем в ночь. Дальше как будет? Не знаю, как будет. Посмотрим. Может быть, сниму, как мы будем ехать. Но постараюсь поснимать, рассказать, как прошла наша дорога. Собственно, все, удачи нам. Пошла, а то меня там уже ждут. Эй, Миша, отпускник. Такой довольный светит, да? Лево, чтобы ничего не упало. Лево, готово? Ага. Ага. Мишка, такой довольный. Все, в общем, сейчас поедем. Пока у нас без 10-7 вечера. О, без 15. Без 15-7. Ну, сказал, что поедем одни маку. Не знаю. Ну, рано утром меня разводишь, я в полотенце и полетю, могу поехать. Посмотрим. У нас остановка. Мы в Чехии. Мы решили поехать через Чехию. Потому что, если ехать по Германии, то очень большие пробки. Прям огромные. А сейчас по Чехии ехали, вообще тишина. Такое ощущение, что мы одни ехали. Ну, очень-очень мало машин. Ну, в общем, через Прагу. Через Прагу. Ехать нам до Латвии 1700 километров. Я не знаю, говорила, нет. Поедем одним маком, где-то 12 дня будем там. Я мужу сказала, что я потом поутру, я могу поехать, когда будет светло. Потому что все равно я ночью усну. А дети не спят. Ну, еще не спят, да. Мы еще проехали. Сколько сейчас времени-то проехали? Два с половиной часа мы проехали, да. Мишка даже в спедагузике смотрит на моем планшете. Два с половиной, да. Все, вот так вот. В Польше. Сколько времени-то? Весь 23. А заправки в Польше дети спят, я тоже. Машина останавливается, дети просыпаются. А так в целом неплохо. Мировит такой, да? Спать хочу. Ты хочешь? Бабай, надо спать. Спить так у меня. Я вот так, Миш, так. Да, Бабай? Ага. Сейчас машинка поедет, и дальше будем спать. Да? Сейчас папа придет. Сладкий. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 компьютер, не надо так делать. Вот, сейчас будем отдыхать, да, Миш? Погода, кстати, здесь ужасная, пасмурная, изморозь такая, прохладная, другая совсем погода абсолютно, такая уже осень такая, прям конкретно, в Германии потеплее. Ой, ломает, ломает меня. Эй, кнопочник. А, кнопочник? Так, мы с Мишей спали 3 часа, 3 часа я с ним спала, и все равно я не выспалась, я хочу спать дальше. У нас уже вечер, 8 вечера, я выключу, пожалуйста, планшет на некоторое время. Вот, у нас 8 вечера, не знаю, во сколько мы спать ляжем теперь, вот, но я уже ничего снимать не буду, буду заканчивать это видео, завтра начнем новый день, завтра мы поедем уже в Россию, по делам, короче, здесь, в Россию, вообще кто включает без конца конкурса. Вот, собственно, всем спасибо, что вы смотрите видео до конца, как обычно ставьте лайки, пишите ваши комментарии, до новых встреч, в новых видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok